Всем привет! Сегодня я расскажу вам о новинке в мире CSS, переменных. Но прежде давайте поговорим немножко о припроцессорах. Вообще предпосылками появления припроцессоров в свое время стала скудность языка CSS. Они добавили ему много новой функциональности, некоторые даже называли припроцессоры спасителями языка CSS. Давайте проведем небольшой опрос. Кто из вас использует припроцессоры? Ну почти весь зал. Может быть в этом зале есть мельчаки, которые осознанно не используют припроцессоры? Есть. Рома, привет. Ну в любом случае с подавляющим перевесом победили припроцессоры. В целом, неудивительно, припроцессоры оказали уже сейчас огромное влияние на развитие самого стандарта CSS. Они сыграли роль, похожую на ту роль, которую сыграл для JavaScript CoffeeScript. Сегодня все лучшие из припроцессоров постепенно, все лучшие фичи припроцессоров постепенно перебираются в сам стандарт CSS. Готовясь к этому выступлению, я решил провести небольшой опрос в интернете и выяснить, какие же фичи припроцессоров являются самыми востребованными. Небольшой опрос превратился в большой опрос, голоса оставило более 700 человек, и результаты были такими. Переменные победили. Для меня это не стало удивлением, потому что сегодня переменные являются, по сути, основой любого современного CSS фреймворка. Каждый первый учебник по припроцессорам начинается с переменных. У них достаточно много преимуществ. Они позволяют сделать код более модульным, более структурированным. Они позволяют сделать его более компактным за счет того, что мы можем хранить повторяющиеся сущности в одном экземпляре. Они могут сделать более читабельным код. Например, мы можем вместо непонятных, нечитаемых для обычного человека 16-ричных хекс-значений, мы можем придумать какие-нибудь синонимы красивые, забить значения в переменные и продолжать с удобством читать наш код. Когда же стоит заводить переменные? Есть, наверное, два основных случая. Первый случай — это когда некое значение у нас повторяется более одного раза. Если это так, то, скорее всего, двумя повторениями оно не ограничится, поэтому стоит вынести его в переменную. Второй вариант немножко другой. Например, возможна ситуация, когда мы знаем, что в будущем есть шанс, что некое значение будет меняться. Это тоже хороший повод для того, чтобы вынести значение в переменную. Но если эти два условия выполнены и ваше значение подпадает под один из следующих типов, то вы можете смело вносить значение в переменную. Как и в любом деле, нужно подходить к нему без фанатизма, нужно соблюдать баланс между абстрактностью вашего кода и читабельностью. Переменные проделали долгий путь, прежде чем попали в наши браузеры. После первой реализации 8 лет назад в браузере Safari переменные лишь в 2016 году массово начали внедряться в популярные браузеры. Автором текущей спецификации CSS-переменных является Tabatkins. И вот в процессе работы над этим стандартом он уточнил назначение переменных как механизма управления значениями свойств. Поэтому стандарт немножко поменял даже свое название CSS-variables на CSS-custom-properties. В любом случае переменные появились и они имеют очень огромное преимущество перед переменными припроцессоров, к которым мы уже давно все с вами привыкли. Первое главное отличие переменных CSS состоит в том, точнее начнем с припроцессоров. По большому счету переменные припроцессоров это некая эфемерная вещь. Она существует только в вашем исходном коде. В момент транспайлинга ваши переменные растворяются в значениях свойств ваших селекторов. И соответственно в дальнейшем они уже недоступны для какого-либо взаимодействия с ними. В CSS все с точностью наоборот. Переменная существует всегда. Более того, она существует в дом-дереве. Она привязана к конкретному узлу дом-дерево. Она ограничена его областью видимости. Она знает свое окружение за счет того, что она находится в доме. Ну и в принципе такое классическое свойство, характеристика, свойств CSS как наследование, также применимо к CSS переменным. В дальнейшем я покажу пример, когда это может быть очень удобным. Итак, встречайте CSS переменная. По сути она состоит одновременно из двух сущностей. Первая сущность — это особое свойство CSS с префиксом из двойного дефиса, который объявляет имя переменной. Вторая сущность — это функция CSS, которая связывает значение, связывает идентификатор с его значением. Здесь есть очень важный нюанс. Обратите внимание, я не зря написал с большой буквы переменную, потому что важно понимать, если для обычных свойств CSS регистр не важен, то для пользовательских свойств CSS регистр имеет значение. Для удобства разговора я в дальнейшем пользовательские свойства буду продолжать называть переменными. Вот такая поддержка в браузерах существует на текущий момент. Как видите, все достаточно неплохо. Особнячком в стороне стоят ребята из Microsoft. На самом деле не стоит сильно их пинать, потому что они стараются. То есть выход Edge — это действительно был большой шаг с их стороны. И я думаю… Кстати, для Edge есть небольшой костылик, который позволяет эти переменные завести в данных браузерах. В любом случае, они не станут столь же крутыми, как нативные переменные. Они больше будут похожи на переменные препроцессоров. Но некоторые отличия, некоторые улучшения все же в них будут присутствовать. Команда разработчиков Edge сделала специальный ресурс, на котором мы можем проголосовать за внедрение той или иной фичи. В принципе, прямо перед выступлением я посмотрел, было 3877 звездочек за внедрение данной фичи. Посмотрим, сколько их окажется в конце выступления. Если кто-то хочет, можем на 10 секунд еще задержаться, если получится отсканировать. Либо внизу ссылочка, если она видна на последних рядах. В любом случае, этот слайд еще появится. Переменные работают, как я говорил, они привязаны к области видимости. В дальнейшем я буду нативные переменные сравнивать с переменными SAS, как, наверное, самого популярного в мире препроцессора, для того, чтобы вы явно могли видеть отличия между ними. Смотрите, в SAS любая переменная, объявленная вне селектора, является глобальной. В CSS переменная, в принципе, не может существовать без селектора. И вот подобный селектор корневого псевдокласса root, он делает переменную глобальной. Существует альтернативная запись этому варианту. выглядит следующим образом. К сожалению, у SAS есть такая фича, которая, к сожалению, отсутствует в CSS, как возможность сделать локальную переменную глобальной. Для этого просто необходимо добавить флаг global для вашей переменной, и она будет доступна извне. Соответственно, ограничение области видимости работает идентично. Мы помещаем переменную в селектор, что в SAS, что в CSS переменная будет работать внутри данного селектора. Но в SAS она также будет работать внутри миксина и внутри вложенных селекторов, например. В CSS она будет работать также внутри псевдоклассов каких-то. И, что очень важно, внутри медиавыражений. Вот вы можете сравнить синтаксис, который есть на текущий момент, SAS и CSS. Давайте еще немножко с вами пообщаемся. Кому нравится вариант SAS больше? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, примерно так, ну, процентов 40, наверное, 50. А кому больше нравится синтаксис CSS? Сейчас поменьше. Много воздержавшихся, я вижу. На самом деле, когда переменные зарелизились в том виде, в котором они есть, с этим финальным синтаксисом, это вызвало бурю негодования у сообщества. Многие называли синтаксис избыточным, страшным, неудобным. Автор спецификации Tabatkins попытался пояснить, что если бы мы попробовали использовать привычный нам синтаксис по препроцессорам, то мы могли себя лишить возможности придумать некие какие-то новые фичи, связанные с переменными в будущем. Я потом немножко расскажу. Он продолжает работать над развитием этого стандарта и сопутствующих стандартов. Но, тем не менее, я думаю, что самая важная вещь, что если бы он использовал такой синтаксис, то мы бы сразу потеряли совместимость с препроцессорами, потому что одномоментно от препроцессора все же сложно отказаться. Значит, ну, а раз нужно было придумать что-то альтернативное, рабочая группа CSS очень долго работала, спорила. И фактически тот синтаксис, который появился, он появился буквально в самой последней редакции. И он наилучшим образом, по мнению рабочей группы, по разработке данного стандарта, отвечает грамматике и пунктуации CSS. Перейдем к такой более практической части, для того чтобы вы могли увидеть всю силу, всю мощь нативных переменных в сравнении с переменными препроцессоров. Давайте представим ситуацию, когда нам необходимо как можно быстрее начать отображать страницу. Препятствием для этого у нас в первую очередь будет большой CSS-файл, который, вызываясь через стеклинк в хеде документа, блокирует рендеринг страницы. Это такой общепринятый подход, который заложил еще дедушка Зельдман в своей нетленке веб-стандарты. Чем меньше обращений к серверу, тем лучше было когда-то. Но это мешает в решении нашей задачи. Вариант. Мы выносим в главный стиль какие-то основные правила, возможно, сетка страницы, возможно, какой-то первый блок, например, шапка. И для каждого отдельного блока мы грузим отдельный файл стилей. Но важный момент. Нам нужно это делать асинхронно. Для того, чтобы происходила асинхронная загрузка, нам необходимо инициализировать загрузку стилей тегом link с помощью JavaScript. В такой ситуации они начнут грузиться асинхронно и не будут блокировать дальнейший рендеринг страницы. Команда Chrome вообще работает над еще одним вариантом. Они хотят продавить легальность использования тега link внутри body. То есть когда мы будем отдавать стили непосредственно вместе со самой структурой этих стилей. Но есть еще очень важный момент. Мы хотели бы, чтобы когда у нас стили начнут подгружаться поблочно, а страница уже отрендерилась, может возникнуть некрасивая ситуация, когда у нас блоки начнут включаться, такие вспышки будут происходить, и это может не очень красиво быть, не очень приятно для пользователя. И мы хотели бы отключить рендеринг этих блоков до тех пор, пока в браузер не приедут стили. Мы можем это сделать с помощью переменных. Как раз таки это вот сила динамичности, сила того, что переменные работают в ронтайме. Что для этого необходимо? Джек Арчибальд, участник команды DWL Team браузера Chrome, предложил отличный элегантный вариант. Я покажу его более упрощенную версию. Суть ее состоит в том, что с первым большим файлом стилей мы отдаем файл с переменными блокерами. Мы просто банально передаем значение блок для свойства дисплея каждого из наших блоков, которые мы хотим скрыть до момента появления стилей. В каждом из файлов для каждого блока мы будем передавать такой D-блокер, то есть та же самая переменная, но с измененным значением как раз на возможность отображения блока. Соответственно, когда стиль приезжает для конкретного блока у нас в страницу, он меняет значение переменной, а за счет каскада компонент возьмет первое ближайшее в каскаде значение и блок у нас отрендерится. Вот такой вот очень простой, но очень эффективный способ управлять отображением блоков на странице с помощью переменных. Самое интересное, что мы можем выстроить целую цепочку древовидную и управлять даже порядком отображения блоков, когда один блок не сможет появиться раньше другого блока. Но это был бы слишком большой листинг, поэтому я здесь не буду подробно на этом останавливаться. Большая проблема у переменных припроцессорах с медиавыражениями. Давайте мы сначала посмотрим, что бы мы хотели сделать с нативными переменами, что мы уже сейчас имеем возможность. Например, представьте, у нас есть некий интерфейс, в котором есть колонки, у них есть отступы между ними. И мы хотели бы при достаточно больших значениях разрешения монитора удваивать значение вот этих вот отступов. Для этого мы переносим значение отступов по умолчанию в переменную и вызываем в нужных блоках. Через медиазапрос мы указываем, что при минимальном разрешении, там вот 1200 в данном случае, мы хотим удваивать эти значения. Браузер, если бы у нас не было переменных, видел бы этот код примерно вот таким вот образом. У нас есть два значения, при разных условиях они применяются. Попробуем переписать этот пример в синтаксисе SAS. Все очень похоже. Смотрим, что увидит браузер. Браузер увидит только один вариант стилей. Блок с медиавыражением… Тут у меня поехал немножко. Блок с медиавыражением оказывается попросту отброшенным. Почему так происходит? Потому что на этапе рендеринга, на этапе транспайлинга SAS кода в CSS код парксер, по сути, он ничего не знает о дом-дереве. Он не знает, что некий элемент, который принимает значение этой переменной, должен также заменить свое значение. Поэтому вот в таком синтаксисе это невозможно. Тем не менее, добиться этого с помощью SAS возможно. Но вам придется для каждого случая, когда необходимо применить измененное значение, прописывать внутри медиавыражение. Соответственно, если мы в случае нативной CSS пишем только одно значение переменной измененной, то для случая SAS вам придется писать каждую строчку кода, каждый селектор, где это значение должно меняться. Наследование переменных – это одна из таких тоже важных фич нативных переменных. Она позволяет нам делать фичи, похожие, как в случае с медиавыражениями. Мы можем, например, заставить кнопку, которая у нас черного цвета, перекрашиваться в белый цвет в случае, если она попадает в блок с черным фоном. В случае с SAS мы тоже этого сделать не сможем. По одной простой причине. Потому что SAS не работает в рантайме. Он не знает, где может оказаться блок, который использует эту переменную. Собственно, вот так увидит браузер наш код, как если бы у нас не было переменных. Многие из вас могут подумать, что у нас столько лет ребята из Яндекса, да и вообще именитые разработчики отучали от каскада. Почему же я сейчас говорю о том, что это классная фича в нативных переменных? Смотрите. Давайте рассмотрим два варианта. Вот это плохой каскад. Это тот каскад, который мы могли все раньше использовать. Он плох тем, что он изменяет детали реализации закрытого компонента. А это нарушает вот такой общеизвестный принцип открытости-закрытости программной сущности. Вот это вариант, переписанный с помощью нативных переменных. И в нем есть тонкое, но важное отличие. Во-первых, обратите внимание, вот здесь вот у меня указан фуллбэк. Чуть попозже я расскажу подробнее про фуллбэк. Так вот этот компонент как бы говорит о том, что я никак не сцеплен со своим контекстом. Я знаю, как я хочу выглядеть. И я буду в данном случае отображаться черным цветом. А вот, собственно говоря, второй вариант. Это у нас блок, в котором может появиться эта кнопка. Он говорит, смотрите, мои потомки, смотрите. Теперь вот это значение будет вот в таком виде. Хотите, используйте его. Хотите, не используйте. Но это так. И вот здесь самое интересное, что опять же мы не переопределяем, мы не переписываем значения. Каждый дочерний компонент вправе принять решение о том, применить к себе это значение или не применять. На самом деле подобный подход, насколько мне известно, он похож на подход таких штук, как Props в React.js. И он известен как такая архитектурная модель однонаправленного потока данных. Ну, собственно, успех React говорит о том, что каскад, в таком виде управляемый каскад, это не так и плохо, поэтому почему бы не использовать это в более простых вещах, как CSS. Еще одна задача. Например, темизация. Мы делаем некий интерфейс и хотим дать пользователю возможность настраивать его. Поэтому мы вынесем настраиваемое значение в переменную. Переменную мы сбросим с помощью свойства initial. А вот в вызове переменной через запятую мы укажем fallback. То есть если у нас свойство никак не будет задано, у нас применится дефолтное значение. В данном случае кнопка станет зеленой. Если же пользователь определил, решил настроить свой интерфейс и определил значение данного свойства, то, собственно говоря, браузер его воспримет, отбросив fallback. Есть тот вариант, достаточно гибок тем, что fallback у нас локален. Мы fallback вызываем локально, и это может в некоторых случаях быть очень гибко и очень удобно. В случае с глобальным fallback, когда мы хотим централизованно управлять значениями свойств, прошу прощения, централизованно управлять fallback, нам лучше завести вторую переменную в дополнение к нашей первой переменной и передавать ее значение в нашу первую переменную. В нашей ситуации значение пользователям не определено, fallback зеленый, кнопка у нас зеленая. Если значение определено, то кнопка становится, соответственно, красной. В SAS это выглядит примерно таким вот образом. У нас есть не две переменные, у нас есть одна и та же переменная. Но в первом случае она со сброшенным значением, во втором случае она с флагом default, который говорит о том, что если значение не определено, то мы будем применять такой способ. Ну, раз у нас нулевое значение, кнопка у нас будет зеленой. Как вы видите, что такой синдексис не позволяет сделать такую же гибкость, как позволяет переменная CSS. Он не может быть, fallback не может быть вызван как-то локально особо. Он может быть только центральным, централизованным. Ну, если мы определяем переменную, то, соответственно, значение применяется, кнопка становится красной. Интернационализация. Интересный способ применения переменных заключается в том, что мы можем в зависимости от выбранного языка интерфейса применять те или иные настройки к нему. Смотрите, например, мы хотим отображать кавычки, либо в случае английского варианта интерфейса стандартными двойными английскими кавычками, если русский вариант интерфейса, то французскими елочками. Как бы это выглядело? Мы будем использовать свойства lang в HTML для того, чтобы опираться на знание языка интерфейса. Мы определяем, как будут выглядеть кавычки через переменные. Для русского языка мы выберем лапки, для елочки, точнее, для английского языка мы выберем обычные английские двойные. Так как у нас выбран русский язык, у нас результат будет вот таким. Если мы изменим значение на английский, то результат у нас будет вот таким. Этого, конечно, тоже можно достичь с помощью классических существующих инструментов, с помощью модификаторов и так далее. Но вы будете в любом случае писать много кода и больше кода, чем в случае с переменными. И вы не сделаете хранение настолько централизованным и удобным, как в случае с нативными переменными. Вычисляемые значения — вообще отдельная большая тема в переменных. Там есть много нюансов. Я покажу очень простой пример. Он состоит в следующем. Смотрите, мы хотели бы, чтобы нижний отступ абзаца текста зависел от высоты строки самого текста. Высоту строки мы можем задать без единицы измерения. А в случае с марджином это не будет работать. Нам необходимо задать конкретную единицу измерения. Так вот такая конструкция работать не будет. Мы не можем просто подставить в конце функции единицу измерения в надежде, что оно заработает. Для того, чтобы заставить такую конструкцию работать, нам необходимо воспользоваться функцией calc. Выглядит это будет следующим образом. Мы просто берем значение переменной, умножаем ее на единицу плюс нужная нам единица измерения. И тогда на выходе мы, собственно говоря, получим отступ нужного размера с нужной единицей измерения. Я уже касался немножко того, что переменные доступны из SVG. Например, самый простой пример, который влез на слайд. Представим, что в данном случае мы рисуем круг, но представим, что это некая векторная иконка, которая тоже должна зависеть от выбранных пользователям настрой. Как мы перекрашивали кнопки, так мы хотим, чтобы перекрашивались и иконки. Что нам для этого необходимо? Нам необходимо заменить конкретное указание свойства на переменную. И, соответственно, если переменная не определена, кнопка будет зеленой. Но если в данном случае мы определили значение как красное, то здесь должна быть, естественно, переменная вызвана в левой части листинга кода, то иконка наша примет, собственно говоря, красный цвет. JavaScript. JavaScript и SAS дружат не сильно. Есть какие-то вообще дикие способы с помощью медиавыражений и какого-то псевдо-джейсона взаимодействовать с переменными в SAS. Мы не хотим больше этим заниматься. Мы хотим простой, удобный способ. Авторы спецификации изначально предлагали вот такой вот способ, который имел четыре основных оператора. Мы могли получить переменную, прочитать значение переменной, установить значение и удалить переменную. К сожалению, это было удалено из финальной версии спецификации с оговоркой, что мы ищем какой-то новый, лучший способ. Расстраиваться не стоит. У нас все равно остался способ взаимодействия с переменными в SAS. Как я говорил в начале, переменные в SAS — это всего лишь кастомные свойства в SAS. Поэтому мы можем обращаться к ним через стандартный интерфейс style declaration и работать как с обычными свойствами в SAS, переопределяя их, читая, удаляя и так далее. Мы можем даже делать вот так. Мы можем вызывать внутри одной переменной другую переменную с помощью JavaScript. Если вы хотите писать уже сейчас код, production код с использованием нативных переменных, в силу того, что не для всех браузеров пока существует поддержка, вам стоит делать проверку и фоллбетчить что-то для браузеров, которые не поддерживают переменные. Первый простой способ — это стандартный атрибут support CSS, который отлично работает, проверяет наличие поддержки, либо ее отсутствие. Но здесь тоже есть нюанс, что там до определенной версии Explorer, я уже не помню, честно говоря, какой, эта штука не работает. Мы можем проверить это с помощью JavaScript. Тоже с помощью стандартного интерфейса CSS support. Мы совершенно спокойно проверяем. Есть поддержка переменных? Нет. И пишем в дальнейшем код так, как нам необходимо с этим знанием. Переменные в текущем виде, они еще достаточно молодые, они имеют ряд ограничений, каких-то багов. Поэтому, пытаясь их использовать сейчас, стоит о них знать. Первая проблема, что, во-первых, надо понимать, что нельзя использовать вызов переменной в значении свойств. Вот это вообще не работающая конструкция. Второе. Мы не можем в значении медиазапроса засунуть вызов переменной. Есть отдельная спецификация. Как я говорил, Tabatkins продолжает работать над рядом сопутствующих спецификаций. Вот есть отдельная спецификация, которая сделает такую опцию возможной. Пока что это невозможно. К сожалению, нельзя использовать переменные в ссылках. Это было бы удобно, потому что порой ссылки в больших проектах могут быть длинными. Может быть какая-то большая вложенность наших ресурсов, которые мы хотим подгружать. Но это не работает. Как я говорил, функция Calc предоставляет очень большие возможности. Но там есть баги. Пока на текущий момент. Баги, в принципе, есть во многих браузерах со слишком сложными вычислениями. По ссылочке там очень большой код. Я его не стал сюда выносить. Вы потом в презентации можете посмотреть. Есть вариант вычисляемых значений, который не работает с переменными. Слишком сложно пока для браузеров. В Chrome будьте осторожны с умножением и делением дробных значений. А в Firefox будьте осторожны с использованием переменных внутри цветовых функций, в частности RGBA. Ну и пока, к сожалению, нет способа внутри определенного скопа сделать сброс всех переменных. Вот такой вот вариант сейчас на обсуждении у рабочей группы. Но пока этого сделать нельзя. Вот, кстати, это Tabankens, которому мы должны быть благодарны за эти возможности. Так вот, у меня сложилось впечатление, что Tabankens поставил целью своей жизни прибить припроцессоры. Он сейчас работает над спецификациями вложенных селекторов, над спецификацией нативных миксинов CSS и над спецификацией операторов CSS. Я хотел бы вам рассказать про нативные миксины по той простой причине, что их сейчас уже можно попробовать использовать. Это, на мой взгляд, удивительно. Я помню и E5.5. Я помню седьмую оперу, и я помню, как долго внедрялись новые фичи. Я помню, как долго мы ждали тот же border-radius. Это было просто невозможно. Так вот, внедрение нативного миксина, он пока выглядит попроще, чем миксина в CSS, но оно произошло всего через полгода после появления черновика. Спасибо ребятам из Chrome, что они позволяют нам сейчас поиграть с этой штукой. Собственно, миксин применяется с помощью свойства apply. Выглядит это следующим образом. Опять же, мы должны определить скоуп, в котором этот миксин должен работать. В данном случае это глобальный скоуп. Синтаксис очень похож на синтаксис переменных. Мы определяем миксин с помощью двойного дефиса. А внутри мы можем определить уже набор стилей, которые нам необходимы. Не просто значение одно, а свойство и плюс его значение. И не одно. Браузер нам сгенерил бы примерно… А, применение происходит вот таким вот образом. Мы используем директиву apply и вызываем имя нашего миксина. Вообще, миксины… Будьте осторожны с миксинами. Не стоит слишком абстрагировать код. Лучше их использовать в таких случаях, как какие-то стандартные штуки, типа очистка потока, какой-нибудь треугольничек CSS нарисовать и так далее. Могу сказать из опыта, что, например, наши бэкэнд-разработчики очень сильно ругаются на слишком сложные миксины от наших фронтендеров. Ну, браузер, собственно говоря, у нас увидит примерно вот таким вот образом эту фичу. Эта фича пока скрыта за флагом, за теперь общепринятым способом проверки реализации экспериментальных фич. По ссылке можно перейти и включить эту фичу, если вы откроете ее в браузере Chrome. Вот такие пока предлагаются миксины. Но это в очень упрощенном виде. Еще есть такая штука, про которую я хотел бы рассказать в рамках данного рассказа. Это кастомный селектор. Смотрите, у нас есть вот такой вот код, достаточно большой, не сильно информативный. Нам бы хотелось как-нибудь его сократить. Как я говорил, говоря про ограничение переменных, я упоминал то, что мы не можем переменную засунуть в название. Но для этого мы можем воспользоваться кастомным селектором. Смотрите, как это выглядит. Мы объявляем кастомный селектор. И обратите внимание на синтаксис. Обязательно прям так надо писать. Пока это, на мой взгляд, немножко вырвиглазно, но тем не менее. Обязательно должен быть пробел, двоеточие, двойной дефис, и потом название вот этого кастомного селектора. И, собственно говоря, вот этот кастомный селектор, он выступает как бы расширением. То есть все, что внутри вот этого свойства expansion, будет подставляться туда, куда мы вставим этот кастомный селектор. Например, мы хотим сократить запись слева до вот такого состояния с помощью кастомного селектора. Это, на мой взгляд, будет гораздо удобнее, но здесь, опять же, нужно соблюдать баланс между читабельностью и между абстрагированием. Это что пока не работает в браузерах тоже, но ее можно уже использовать, например, используя там костылик из постссса. Подытоживая, что я хочу сказать. Переменные, наверное, самое главное преимущество нативных переменных — это работа в рантайме. От этого все дальше пляшет. Мы можем решать старые задачи новым, более элегантным способом, более компактным, более управляемым и модульным. А некоторые вещи, которые ранее были невозможны или трудно реализуемы с помощью препроцессоров, мы теперь можем легко реализовать с помощью нативных переменных. Наследование — это вообще отдельная тема. Я показал только очень один маленький пример. Я предлагаю всем пофантазировать и подумать, как можно было бы использовать наследование в переменных в будущем. Блбраузеры уже обладают достаточно широкой поддержкой. Это уже хорошо. Можем использовать. При этом фолбэчи для браузеров, которые это не понимают. Ну и мы получили простой способ взаимодействия с переменными извне. Из JavaScript, из SVG. Ну и, на мой взгляд, появление переменных нативных — это, по сути, начало-конца эры препроцессоров. Она действительно проходит. Нам остается постсс, который будет нам помогать фолбэчить те части, которые пока еще в спецификации, в черновиках, но не в браузерах. Но рано или поздно произойдет то же самое, что произошло у нас с ECMAScript. CoffeeScript умер — да здравствует ECMAScript. Препроцессоры умерли — да здравствует CSS. Переменные CSS — это, собственно говоря, наверное, вторая жизнь этого языка, который, наверное, на сегодняшний момент незаслуженно забыт многими такими серьезными JavaScript-разработчиками. Спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. И пока я буду отвечать на вопросы, сделайте доброе дело. Вопросы. Окей. Спасибо за доклад. На самом деле, в начале выступления был скептически настроен относительно переменных, но вы меня переубедили. Есть вещи, которые можно прямо сейчас использовать. Классно. Хотел указать на небольшую такую неточность относительно переменных в Media Query. Дело в том, что переменные действительно там не получится так использовать, а вот есть так называемые… В общем, вначале пишешь процент, тихий класс. И если через тихий класс его подмешивать в Media Query и менять потом содержимое этих L-классов, то все замечательно рендерится и меняется. Так же, как с переменной. Спасибо. Отлично. А вопрос? Спасибо. Вопрос в том, блин, а как получилось, что вы вот в эту тему погрузились? Что вообще при… Ну, как получилось-то вроде… Толчком на самом деле была статья. Честно говоря, я забыл автора статьи. Просто на самом деле так сложилось, что я в мир IT… У меня вообще юридическое образование. В IT я пришел через фронтенд, через верстку. И я долгое время на самом деле практически не писал код. И вот те несколько лет, наверное, между моментом, когда припроцессоры получили популярность и тем моментом, когда… И вот настоящим временем немножко вот написание кода прошло мимо меня. Я занимался больше административными какими-то задачами и так далее. И сейчас, когда я снова вернулся к коду, честно говоря, мне не сильно хотелось углубляться в нюансы припроцессоров. Я не зря первой картинкой про припроцессоры показал замену лампочкой таким вот элегантным способом, потому что, в моем понимании, на текущий момент процесс сборки фронтенда действительно усложнен. Он может сдать сбой на любом его звене. И чем меньше вот этих промежуточных звеней будет, тем лучше. Припроцессоре пока, на мой взгляд, это пятое колесо, от которого мы сможем постепенно избавиться. А это полезное пятое колесо, как я говорил, они оказывают положительное влияние на разработку стандарта. Поэтому спасибо, что они были, но давайте пока. Спасибо. Я хочу добавить, что Паша технический директор нашей компании, поэтому он так ненадолго выпал из разработки, но он вообще борец за стандарты и за то, чтобы писать чистый код. Хотел задать такой вопрос. Вы говорили про асинхронные загрузки, что, несомненно, повлечет за собой flash of unstyled content, когда у нас дергается страница. И вы упомянули блокеры. Вы могли бы поточнее описать, что за блокеры, как они действуют и как этот блок работает. Значит, еще раз. Смотрите, мы в любом случае хотим отдать какой-то начальный стиль, допустим, для первого блока — шапки. Но вместе с этими стилями мы отдадим блок с глобальными переменными. По сути, мы эти перемены будем использовать для значения свойства display. У каждого блока, который мы будем скрывать до момента прихода стилей в браузер, display должен быть none. И мы вот этот вот none зашиваем в переменную. А вот когда придет отдельным файлом стиль, стиль для этого блока, у нас придет переопределение переменной. То есть вместо none мы получим блок. И таким образом ближайший скоп позволит, собственно говоря, переменной переопределиться и блок у нас отобразится. Понятно. Просто некоторые проекты использовали атрибут unresolved или property unresolved на теге body. Потом я вас криптом снимали, когда все вот это пролетело и отрендрилось. Спасибо. Пожалуйста. Здесь я говорил о том, что мы можем сделать… Это очень простой пример. Опять же, у меня достаточно ограниченное время, чтобы вам показать все. Мы можем задать порядок. Мы можем сделать так, чтобы у нас, например, какие-то блоки… Я на самом деле хотел немножко расширенную версию тоже доклада сделать, поставлять туда какие-нибудь сниппеты на каком-нибудь JSB. Действительно, если мы не будем контролировать порядок, то, по крайней мере, у нас могут происходить ситуации, когда загрузился подвал, потом бах, между подвалом и шапкой появился контент, растянулся там и так далее. Но я говорил, что мы можем делать цепочки, мы можем разблокировать нужные нам переменные с появлением блоков в определенном порядке. То есть появился, например, контент, только тогда мы вместе с контентом разблокируем появление, например, футера. Вы не знаете, со стороны разработчиков при процессе есть какие-нибудь подвижки, чтобы генерировать уже более современный CSS? И вот свое… грубо говоря, перемены уже дают достаточно большой функционал. И, грубо говоря, если появится поддержка в том же Edge, то многие начнут от них отказываться. Не знаете, со стороны предпроцессора делать какие-то шаги, чтобы подальше этот шаг отодвинуть, чтобы уже генерировать предпроцессор более современный CSS? Вы знаете, какие шаги делает печатная пресса? Она просто перестает издавать физические носители, она просто уходит в онлайн. То же самое ждет предпроцессор. Нет смысла бороться с тем, что априори лучше тебя. Мне очень импонирует подход, который, собственно говоря, исповедует Андрей Ситник со своим постсессом. Ведь у нас какие три столпа припроцессоров? Это там SAS, Stylus и S. Так вот, автор Stylus, T.J. Головайчук, он же сделал такой предшественник по CSS, Rework, который исповедовал не монолитность припроцессоров, а модульность. Вот, кстати, невозможность из припроцессоров вытащить, отключить рендеринг, например, нативных переменных и не позволил, например, нам перенести… Ну, это одна из причин, как я называл, не позволил разработчикам стандарта перенести уже имеющийся синтаксис внутрь CSS, потому что нужно было сохранить совместимость. А в случае с такими штуками, как постсесс, мы просто можем фаллбетчить отдельные вещи припроцессорах, пока они не появятся в самих браузерах. Ну, просто же смотрите, сейчас мы, грубо говоря, в такой ситуации, что у нас и у постпроцессоров, и у нативных переменных есть свои плюсы, есть свои минусы. Какой-то гибрид временный, возможно, помог бы расширить нам функционал. Мы могли бы использовать, допустим, более удобную, более привычную вот эту уже всю структуру, чуть больше функционала, но при этом уже использовать и все плюсы современного CSS. Ну, на самом деле, есть замечательные статьи. Если вы погуглите CSS variables или там custom properties, вы найдете пару отличных статей от поляка. Павел, к сожалению, фамилию не помню. И вот одного русскоязычного разработчика, который, тем не менее, пишет на английском, Сергей Господарец. Отличная статья. У него есть отличная статья. Возможности совместного использования CSS переменных и нативных переменных, пока, например, мы не будем готовы к полному переходу. Поэтому это возможно, но, опять же, в рамках этого доклада я решил не раскрывать эту тему. Хорошо, спасибо. Вопрос такой. Какие у нас сейчас есть возможности, пока поддержка браузерами custom properties неполная, с помощью чего мы можем использовать, чтобы как-то их… Может быть, какие-то полифилы или что-то? Я давал на одном из слайдов… Я сейчас листаю в конец, чтобы вы не потеряли QR-код, чтобы вы делали добрые дела. Там на слайде, на котором я показывал скриншот из кенойюза ресурса, там есть ссылочка на post-css плагин, который воспринимает синтаксис нативных переменных и транспирит их… То есть он делает то же самое, что делает, по большому счету, при процессоре. То есть он просто переносит переменные в конкретное значение свойств, и переменные растворяются. То есть это можно использовать. Но вот, кстати, тот плагин, он позволяет, насколько мне известно, в отличие от каких-то там обходных путей в SASE, в медиазапросах, не писать ничего дополнительного, никаких тихих классов, а позволяет все-таки переменным появиться внутри медиазапроса. Получается, мы все-таки теряем наследование, какие-то вещи типа обращения SASE? Безусловно. Мы в любом случае… Это лишь фоллбэк. Мы просто не даем возможности не отобразиться чему-то. Пусть оно не будет в рантайме динамично. Придется фоллбэчить, если, допустим, мы кастомизируем интерфейс старыми способами, модификацией классами и так далее. Но, опять же, все зависит от аудитории проекта. Если там совсем минимальная, допустим, аудитория ИЕ, этим можно пренебречь и просто не дать такую возможность той же кастомизации, а использовать снативные переменные. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Вопросы еще? Окей, тогда спасибо, Паша, за доклад. Продолжение следует... Продолжение следует...